Если проводить аналогию с театрем, например, для актёра... Ну, на мой взгляд, я немножко знаком с театрем, самую малость, как зритель. Для актёра главным орудием, наверное, является движение, да? Он выражает эмоцию, если говорить, эмоцию через движение. Если он показывает движение неосмысленно, то зритель ему не верится, в принципе, да? Я прав? Нет. Сначала сперва на первое проживание внутреннее, а потом уже движение. Ну, то есть осмысленное движение? Или нет движения, наоборот. Ну, как бы не совсем. Это есть отдельный раздел пластика в спектакле. Там через движение учатся артисты. А вы и приемник психологического театра, который пропагандирует Михаил Чеков? Да, русский психологический театр. Русский театр. Ну, нет, существуют разные школы, но... Ну, разные школы. Я просто для этого... Нет, есть пластический театр, есть театр кукол, есть пантомины, есть клоуна, да разные жанры. Вот, если проводить аналогию, вот, на мой взгляд, движение, ну, скажем, пластика и движение вживание в роль, психологическое, в литературе является, как бы сказать, лексическими связями между словами. Насколько ты тонко чувствуешь связи между словами, настолько тебе читатели поверят. Притом, эти лексические связи между словами являются, как бы, архетипными. Они передаются, в принципе, из поколения в поколение. То есть, именно поэтому за каким-то словом читатель может... Ну, читатель не может, но писатель зачастую видит множество там значений, по корню может определить, что в другом поколении это слово означало. Его предсхождение, то есть, этимологическое его значение, как оно появилось. Ну, ладно, это оставим. И если говорить... Вот, Женя говорила то, что... Говорит, что вот и Ивана другой тип мышления, как бы, надо немножко снисходительно к нему относиться. Ну, может, я ошибся, это вот почему, к лакому не обедают. По-другому подходить. Ну, я... Да, по-другому подходить. Он идет в театре кукол, он там, может быть, стакан держит. Все, все, все. Ну, он учится на высших режиссерских курсах, которая очень большая, базовая, драматургическая. И в литературе это очень можно хорошо использовать. Например, Ломоносов в свое время называл свои оды, насколько мне известно, пьесками. То есть, он их как бы ставил в драматургическом смысле. Если я приводить опять аналогию с театром, то когда происходит... Ну, вы лучше меня знаете, я как бы просто поверхностно скажу, то когда происходит постановка, режиссер выбирает, какой ракурс будет сцены к зрителю, как поставить мизан-сцены, авансцены, и как зритель это будет видеть. В поэзии, в литературе, в принципе, все то же самое. Особенно это наглядно видно в прозе. Про поэзию сейчас чуть-чуть попроще скажу. То есть, в прозе, например, опять же, есть как фабула, то есть определенный порядок действия в хромологическом смысле. И сюжет уже выстраивает, как выстраивает режиссер. В поэзии может быть то же самое в предшествии. Если вот вы это примените, это будет потрясающе. Многие классики это применяют, их отработают. То есть, это потрясающий подход. И в смысле эмоциональном это воздействует просто первоклассное на читателя. Но при том, в поэзии, кроме такого подхода, есть и просто ассоциативный ряд, когда связь логическая, она как бы внутри. То есть, никаких не выстраиваний, никакого нет. Но если вы этот подход примените, он очень интересный, на мой взгляд. И думаю, у вас должно что-то поучиться. Тем более, вы наверняка знакомы с драматургией, как она развивается и все подобное. Я думаю, у вас на бывших режиссерских курсах это, наверное, обучают. Я сам там не учился, но я могу только предположить.